Есть такой клинический идиот, зам предкомитета Совета Федерации по обороне и безопасности, зовут его Франц Клинцевич. На своей странице в Facebook он сообщил, что западные спецслужбы собирают биологический материал россиян в разных точках страны для создания биологического оружия конкретно против россиян. На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей. Если уж применять биологическое оружие, то наверняка, написал этот идиот. Он считает на полном серьезе, что у каждого этноса разная реакция на биологическое оружие, а поэтому материал собирается не в одном месте, а по всей стране. «Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимаются этой работой, на территории Российской Федерации», – резюмировал Клинцевич. Но что бы вы думали, если бы только один идиот Клинцевич? Нет, его идею вполне поддерживает Владимир Путин. По поводу того, что образы наших граждан-избирателей собираются кем-то и как-то используются, но образы – это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. По всей видимости, действительно, новый президентский срок Владимир Путин встретит шапочки из фольги и посвятит его охране всех биоматериалов в России. Призовет нигде ни в коем случае, например, в парикмахерской не оставлять остатки своих волос, использованные презервативы, бычки, все собирать в пластиковые пакетики и уносить с собой, а затем все биологические материалы сжигать в недоступных местах или сдавать в определенные пункты, проверенные органами госбезопасности. Кто-то предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью против анонистов за разбазаривание семенного фонда и ценного биологического материала сроком до двух лет. Древние инки, например, тоже боялись подобных пакостей, и у их верховного правителя были специальные служанки, чьей задачей являлось поедание волос, плевков, обрезок ногтей и прочего биоматериала, оставшегося от Санцеликова, во избежание попадания мусора в недобрые руки и наведения порчи. Странно, пишут некоторые, Владимир Путин озабочен сбором биоматериала, но пока это выглядит как специальное разбрасывание биоматериала по российским подъездам. До сих пор, пишет один, у нас уже целая куча биоматериала лежит в углу, и никто ее не уберет. Раньше можно было подумать на Обаму, а теперь как бы и заподозрить некого. Приезжали бы уж побыстрее, собирали бы свой биоматериал. Андрей Марченко сочинил небольшое стихотворение. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловьиный биоматериал собирают к вывозу фашисты. На самом деле, существует мировая программа изучения разнообразия биологических видов, в которой Россия участвует уже много лет, как и остальные страны, о чем, видимо, президент до сих пор не знает и даже не подозревает. У меня впечатление, что им манипулируют все, кому не лень. Соединили вполне реальную программу с фейком и вдули ему в уши, а он, как дурачок, сидит и распространяется по этому поводу. Не так давно он заявил, что Петлюра, который умер в 1926 году, был нацистским преступником и на пару с Гитлером уничтожал евреев. То есть он слышал о том, что Петлюра причастен к еврейским погромам, но ему даже в голову не пришло, что эти погромы были еще до Второй мировой войны. Сейчас вот установили памятник Петлюре. Это человек на нацистских взглядах, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского, все молчат. Вселенная, в которой живет высшее политическое силовое руководство России, состоит из мировых заговоров расового биологического оружия, уничтожающего специально русских. Если их хорошенько послушать, то это дурдом чистой воды. А ведь в руках вот этих непосредственно людей, Клинцевича и Путина, находится ядерная кнопка. И править этой страной, вот этот выживший из ума и мало информированный человек, собирается еще в ближайшие 6 лет. Ситуация с ним может ухудшиться. Мы только что вернулись из Индии. Я могу сказать, что индийские коллеги, которые славятся эти, ужасно, было жарко. Очень жарко. Очень жарко, да. Плюс 34. Я вообще не понимаю, как там программисты работают. Прилетают вот такие вот животные, которые... Да-да-да, летающие собаки называют, или лиса там, не знаю. Мы называем это летучие мыши, но там мыши вот прям вот такие. Индия большая страна. В общем, не отпустим наших программистов в Индию, чтобы они там с собаками всякими не встречались.